Серхио Перес против Вальтери Боттеса, своеобразная параллельная дуэль, кто из них окажется лучше, кто поможет команде не только в кубке конструкторов, но и своему партнеру, когда машины близки по скорости, команды по могуществу. Да и вообще они оба так получаются мотористы, ведь даже Red Bull использует эксклюзивные моторы Honda. Даже если инженеры целиком работают на своего лидера, то в любом случае нужны усилия и второго пилота. Поэтому Перес и Боттес, кто будет лучше, перед сезоном вроде вопросов и не было. Репутация финского пилота Мерседеса была известна, он пойдет на все, чтобы исполнить приказ команды. Где-то даже может и пережестить, если угодно, но в любом случае им будут довольны, и он получит свой контракт где-то в мае месяце, как это обычно происходило, кроме этого сезона. И пока Льюис Хэмилтон с самого начала уезжал в колоссальный отрыв от своего финского друга, в Red Bull наконец-то осознали то, что никак не могли сделать ни Пьер Гасли, ни Алекс Элбан. А именно не просто отставание от Макса Ферстаппина, а то отставание, которое не будет существенным. И теперь условный партнер Макса, это не шестое, седьмое место, потому что есть и другие команды, и они были достаточно неплохи на фоне самого Red Bull. То теперь быки рванули по части скорости, и как бы не отставал Перес. Даже если он сверхпровальную квалификацию проводит, главное не ошибиться на старте гонки, и дальше он спокойно окажется в той самой потенциальной дуэли, именно что с Боттасом. Чека и впрямь получает немало дифирамбов в последнее время, это оправдано. Он достаточно стабилен, этого не отнять. Но главное это, безусловно, Болид. Именно он сделал главный скачок, что абсолютно логично. Карьера того же Дэвида Култхарда в Макларне в свое время немножко так скукожилась в тот момент, когда Болид оказался, оказывается, не так уж и хорош, а второй номер, который всем казался просто-таки непробиваемым, надежным титаном, вот достаточно отрыва было увеличиться от лидеров, и все, потонул Дэвид Култхар где-то ближе к серединке. И он в этом особо не виноват, просто так и должно было произойти. И вот Перес поймал этот момент, перестал глупо ошибаться, и вот, пожалуйста, его все, в общем-то, любят. Но что же Боттас? У него по ходу сезона настоящая такая мини-драма, он хотел очередного продления, но оказалось, что Рассел слишком хорош, народ требует назначения Джорджа, и квалификационная форма его продолжает быть качественной. А подиум, хоть и специфический в Бельгии, на 100% дал понять Тота Вольфу. Принц Мерседеса — это, безусловно, Рассел. И он подтвердил свои претензии, пусть даже и таким подиумом. До августовского перерыва борьба между Хэмильтоном и Ферстаппеном была в основном очной, они встречались непосредственно друг с другом на трассе, и здесь неважно было, что сделает Перес, который только осваивался и был далеко не так хорош, как сейчас. Боттас показывал себя крайне достойно. В рамках Кубка Конструкторов, например, и вовсе это его основная заслуга, то, что Мерседес настолько уверенно лидировал в определенный момент, потому что Финн был еще более стабилен, чем даже предполагалось с недоброжелателями. Но влияние ни Перес, ни Боттас не оказывали. Ведь для этого нужно быть в достаточной степени быстрым, чтобы хотя бы оттормозить своего большого конкурента, который с тобой конкретно не конкурирует, но команде нужна именно эта задача, нужно ее выполнить. Этого не получалось сделать. Настолько был бы Сарферстаппен относительно Боттаса, и Хэмильтон относительно Переса, там вообще была просто марианская впадина. И тут происходит то, о чем мы уже говорили в ролике, посвященном как раз Фину и его подписанию контракта с Альфа Ромео. Он, наконец-то, впервые в карьере оказался в ситуации, где на него можно вроде бы давить, но на деле контракт с Альфа Ромео уже совершенно другой командой. Там даже нет моторов Мерседеса. Подписан окончательно. Кто-то наградил Боттаса, которого все всегда принимали за абсолютно послушного пилота, отличной командой для его статуса, ведь никто особо не был заинтересован. Большие команды, середняки, они рассматривали совершенно других претендентов, и там Вальтере в первых рядах быть никак не мог. Альфа Ромео это не так уж и плохо, но для Боттаса вышло еще круче. Для него эра новая началась не в Альфа Ромео, она началась здесь с мыслью о том, что Альфа Ромео будет скоро. Больше Боттаса никому не должен. Вот, судя по всему, что он понял. Ведь команды стали еще сильнее, еще плодотворнее работать. И болиды, что Переса, что Боттаса, вы можете заметить, как по квалификациям, так и тем более по гонкам, приблизили к своим партнерам. Наконец-то и финн, и мексиканец реально стали оказывать влияние, не то, что на своих коллег, которые помогают большим дядям. Нет, на Хэмильтона и Макса. Никаких рассуждений, только факты, друзья. Смотрите, Гран-при России. Вальтере Боттасу заменяют мотор специально, нужды в этом особой не было, для того, чтобы он, тоже в конце старту, и рядом с Максом, помешал голландцу прорваться. Задача казалась не просто реальной, а сверхреалистичной. На тот момент вы только вдумайтесь, насколько Боттас, сами вспомните свои ощущения, считался человеком, который жизнь свою отдаст, но не пустит никого. Его подвиги в раннем Мерседесе, 17-18 года, это вообще классика. И вот Макс постепенно подъезжает, мы ждем мега-борьбу. Кто-то отвлекся чуть-чуть, посмотрел в сторону. Оп, ой, а Макс уже проехал. Посмотрите, что, что? Макс Ферстаппен проехал Боттаса? И ведь действительно, посмотрите сами, никаких смещений от Фина по неудобным траекториям, вещь необходимая. Ведь человек, обороняющийся, в первую очередь теряет сам. Ну и, соответственно, тот, кого он оттормаживает, он теряет вообще грандиозное количество времени. Потому что, помимо того, что никакой идеальной траектории ему тоже не удастся занять в таком случае, так еще его физически просто спереди оттормаживают. Нет, он просто практически пролетает. Для Вальтери это как будто была своя гонка, в которой он борется в своем темпе. Надо было задуматься в первую очередь тогда. Или, например, Зандворд, Голландия, Родина в этом плане, Макса Ферстаппена, сколько фанатов ждали его победы. Конкретно здесь, по тактике, получилось так, что Максу пришлось бы рано или поздно уткнуться в Боттеса. На этот раз Вальтери был в абсолютно чистом пространстве. Сказать на этот раз, что было тяжело, погодные условия не из простых, было нельзя ни в коем случае. Он мог делать все, что он и умел всегда. С учетом того, что это Зандворд, пара торможений могла действительно помочь Хэмилтону. Это потенциально, понятное дело, но вполне себе могла. Вспомните, как в Венгрии Фернандо Алонсо защищался от Хэмилтона. Хэмилтон был намного быстрее, но Фернандо изо всех сил. Терял он тоже грандиозное количество времени, но он бился как лев. И тут думали, ну боже мой, ну это же Боттес на Мерседесе. Ферстаппен, конечно, хорош, но здесь можно попытаться сделать больше. Намеренно. Команда тем более это просила сделать. Даже круга не прошло. Макс снова проехал. Здесь очень важно описать общественную ситуацию вокруг всего этого. Почему на это толком не обращается внимание? Потому что весь мир ждет чемпионства Ферстаппена. Даже если Вальтери ошибается или намеренно что-то вот такое не доделывает в интересах команды. Наверное, ничего там плохого нет. Но со стороны нужно смотреть объективно, на мой взгляд. И задуматься, это что такое? Боттес так раньше никогда не делал. Например, случай, когда он в конце гонки решил ускориться и поставить, ну хотя бы какую-то скорость продемонстрировать, быстрый круг. Прикол был в том, что Хэмилтон тоже должен был это сделать. И ему это очко было нужнее. Команда была вынуждена связаться с Боттесом. Он сказал, да я просто играю с ничего такого в этом. Нет, но раньше Боттес мог бы так сделать. Да никогда вообще. Сколько лет он уже в команде, чтобы он пререкался. Ну и не знаю, такое вообще представить нельзя. И если все это кажется просто совпадениями, гоночные обстоятельства, ведь пилот, у него совершенно разные условия бывают. Ну получилось так, ну происходит. Раз в несколько лет, бывает. Но старт на гран-при Мексики, это реально демонстрация того Вальтери Боттеса, которого мы не видели ну просто никогда. Ранее это были просто такие отголоски небольшие. Но что произошло здесь? Да, это сенсация просто-напросто. Опять же, весь мир радуется. Понятно. Люди заинтересованы в том, чтобы Боттес сделал что-либо не в интересах Хэмилтона. Они ему только поаплодируют. Но просто внимание на стартовую решетку. Боттес первый, Ферстаппин третий. Он перед Ферстаппином. Справа, безусловно, есть Льюис Хэмилтон. И будь Вальтери пилотом какого-нибудь Макларена, он, безусловно, должен был бы думать о сдерживании в том числе и Льюиса. Но даже перед гонкой все члены команды сказали, мы будем работать на Льюисом, будем работать в интересах команды. Ферстаппин сзади. Это важно, понимаете, пилотам очень часто приписывают несуществующие какие-то способности. Типа рентгеновского зрения. Потому что они идеально способны посмотреть просто, куда-то и увидеть, да, все. Вот такие условия, такое состояние болида, например, у конкурентов. Я увидел это. Бывает, об этом пишут на полном серьезе, и это не совсем правда. Но вечером, воскресенье, наверное, даже с Международной космической станции в телескопе можно было увидеть. Это был не просто старт. Это была зияющая дыра. Это был тоннель, по которому проехал Макс Ферстаппин слева. Поскольку Боттос сместился в сторону Хэмильтона. Можно было бы подумать, что это на самом деле не Боттос. Это, наверное, Перес. Это, наверное, перекрашенная машина Рэдбула. Ведь так нельзя действовать в интересах своей команды. Да, нельзя. Именно поэтому Боттос сместился направо. А Ферстаппин, ему даже делать ничего было не надо. При этом сам Макс затем сказал, что дело было в торможении, я затормозил позже остальных. Ну, как сказать. По крайней мере, его никто не сдерживал. Ему освободили этот путь. Как же много людей в свое время шутило, что Боттос в определенный момент просто возьмет и пропустит Ферстаппина просто где-нибудь в гонке. И тем самым как бы отомстит Тота Вольфу за бесконечное унижение, за статус второго номера. Но всем было понятно, что Боттос, в общем-то, это дитя в этом плане, карьерная Тота Вольфа. Он не собирается в этом плане мстить. Или нет? Просто еще раз внимательно посмотрите на этот момент старта. Это действие в интересах команды Red Bull. За чемпионство борется Льюис Хэмилтон. Об этом знают все. Все смотрят даже чемпионат именно с этой точки зрения. Все, кроме участника этой гонки, Вальтери Боттоса. Конечно, у него всегда, каждый уикенд, потенциально есть своя гонка, и в нее он может бороться. Но здесь он реально помешал своей команде. И, наконец, стоит задать вопрос, а что произошло, помимо подписания контракта с Альфа Ромео? Что мы действительно увидели? Достаточно просто предположить, что Фин наконец-то снял с себя оковы рабства мерседесовского и просто едет в своем темпе. Вроде бы это соответствует действительности. Человеческое желание это одно, но разве принцип ни себе, ни людям это неправильно? Но это не так. Дело в том, что да, ни людям команда от этого не выигрывает. Но себе здесь он действует безусловно в порядке. Не только в интересах на самом деле себя, но в интересах и себя, и команды. Если эти вещи совпадают, то у Вальтери нет никаких проблем. Но не дай бог его самого теперь нет в этом уравнении. Тогда даже жесткая инструкция может быть не исполнена. Ведь ему это просто теперь не интересно. Боттас очень долгое время вкалывал на базе в Брекли, чтобы как некогда и Хейки Коваланин показать, что он круче Льюиса Хэмильтона. Он действительно становился лучше в квалификациях. Но редко у него удавалось получать такую же инженерную поддержку. И вот тут внезапно, в тот момент, когда все ресурсы ограничены, и команды просто вынуждены приблизить свои вторые машины к первым, но потому что им больше и заниматься-то нечем, да и важно обеспечить себе стратегическое преимущество, вдруг получится вот так оттормозить. Боттас наконец понял, теперь его никто не будет оттормаживать. И при этом даже морально у него действительно нет никаких тормозов. Никто ему по башке отныне не даст, он уже Вальфа Ромео. Разорвать контракт сейчас, это будет скандал на весь мир, этого тоже не произойдет. Ранее на стартах сезона он, бывает, и был хорош правильно, потому что тогда еще ситуация была непонятна. А затем, как вы помните, май, как обычно, контракт новый, и Вальтери уходит куда-то назад с большим отрывом, а Льюис Хэмилтона лучший, как правило. Теперь все не так, потому что смысла тормозить боттса нет, еще и борьба за кубок конструкторов. Здесь он наконец приблизился к классикам, таким как Эдди Ирвайн, который хотел все-таки своих результатов качественных. Он сделал то, о чем представить было невозможно, а именно одержал отличную победу в Турции. Он был быстрейшим в течение всего уикенда, и все поняли, да, теперь он лидер. Не по статусу в команде Мерседес, а по своей потенциальной скорости, которая наконец стала фактической. Он далеко не раз мог просто спокойно замедлиться и затормозить Ферстаппина. Это могло случиться огромное количество раз, но этого не произошло. Ни разу Вальтери этого не сделал, он ехал только вперед. Возможности было столько, что Зандвард просто отдыхает, но Финн сказал, этого не будет. Даже визуально он сам изменился, у него больше нет никаких рассуждений об ужасной жизни. Его называли безэмоционально, но теперь из его лица нисходит улыбка, даже тогда, когда вроде бы у него ничего и не выходит. Бывают такие гонки, например, последние в Мексике. Что у него получилось? Благодаря Рикьярдо он оказался во второй десятке, но он все равно поставил быстрый круг, ему дали кучу возможностей. Опять же, интересы Боттеса в данном случае совпали с интересами команды. Ему по-хорошему и бороться было не за что. Но почему бы не заехать на один пидстоп, на второй? Он просто счастлив. Вальтери раскован как никогда. И это помогает понять главное. Боттес не плохой, а вполне себе быстрый гонщик, которого где-то искусственно ограничивали. А самое главное, он безусловно ограничивал сам себя. Ведь главное, что он показал, что при невыполнении обязательств Мерседеса по сдерживанию конкурентов, он может быть хорош. Если он не бьется за очередной контракт непосредственно в Серебряных Стрелах, то он тоже крайне быстрый. Вторая половина сезона, которая могла стать реквимом буквально по некогда такой интересной, по крайней мере, невеликой, но достойной карьере в Мерседесе. Нет, это оказалась его лебединая песня. Он показал не только свой быстрейший период в топ-команде рядом с Хэмильтоном, он показал лучший свой отрезок в карьере. Вообще, это лучший и самый быстрый Боттес, который когда-либо был. Можно сказать, что видимся, он был быстрее. Возможно, потенциально и был. Но там и близко не было такой машины. Качественный болид. Это то, что раскрыло Финна по новой. И мы можем только поздравить в этом плане всех нас. Да, мы увидели нового Боттеса, которому наплевать на только интересы команды. Он будет делать только то, что будет выгодно ему в том числе. Он, конечно, может и уступает Льюису Хэмильтону, но точно, например, он не хуже некогда Марка Уэббера, который, будучи партнером Феттеля, боролся за титул. Боттес тоже мог бороться за титул. Он потерял, скорее всего, эту возможность где-то там в гараже. За него это решили. А теперь он, Вальфа Ромео. Пожелаем ему удачи, пожалуй. Пусть он насладится своими последними подиумами, последними высокими финишами. А там же, где борьбы этой самой быть не может, как, например, в Мексике. Пусть делает максимум и получит удовольствие. Все-таки он заслужил-то новый Боттес. Такое не каждый день увидишь. Ну вот и все, друзья. Мы разобрались, что случилось с Вальтери Боттесом. Что он показывал. Так что поддержите, пожалуйста, этот ролик лайком. Напишите комментарий. И если уж вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Если вы нажмете на колокольчик, то это позволит вам получить уведомление о моментальном выходе ролика. И вы ничего не упустите. И поможете каналу, безусловно. Чем раньше посмотрели, тем лучше для всех. Потому что мы не только простые здесь и понятные. Мы еще и очень актуальнее. Актуальнее всех, кого только можно во всей России. Если вы хотите, чтобы мы стали еще актуальнее, еще производительнее, оформляйте спонсорскую подписку. Это был канал Формула-1. До свидания.